Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня появилось вот такое индивидуальное предложение, которое лично для меня будет действовать 24 часа. Возможно такое же предложение упадет и вам, но и соответственно я решил заснять видео по поводу данного предложения и выкатить Матильду 4 из ангара, для того чтобы вы знали, что она собой представляет. За 2000 золота вам предлагают танк, который продается в голом состоянии за 2400, мне кажется, что это уже выгодно. Вам положили целых 7 дней према, которая на сегодняшний день является существенной ценностью в нашей игре. Полмиллиона серебром, х5 в количестве 10 штук, но исключительно на Матильду 4, и с учетом того, что это пятый уровень, я не думаю, что прям существенно поднимет ваш элитный опыт экипажа, но в целом все равно лучше, чем без этого. Есть камо, который можно одеть абсолютно любую машину, и он не имеет прямого отношения, именно к Матильде не является ее легендарным внешним видом, он кстати является анимированным. Есть на 6 уровень сертификаты на покупку танка и на исследование танка, но честно говоря, на 6 левел 25%, ну такое себе, 6 левел по-моему можно и без них открыть, опять-таки лишним не будет. Есть открытое все оборудование, да, немного, но все-таки серебра вы сэкономите, ну и соответственно слот в ангаре, для того, чтобы туда машину можно было водрузить, если свободных слотов у вас нет. Вот такое предложение, которое я лично за 2000 считаю вполне себе приемлемым, но исключительно из сочетания цена и наполненность самого набора. Что же собой представляет Матильда, сейчас будем смотреть на другом моем аккаунте, потому что на этом Аке у меня ее просто нет. Ну что ж, друзья, добро пожаловать на мой твинк, и вот она Матильда 4, в свое время я ее купил именно за 2000 золота и честно говоря в более, более скромном наборе. Что машина собой представляет? Танчик, я бы не сказал, что его можно честно назвать средним танком, это я вам сейчас покажу в бою, давайте заценим орудие. Орудие славится хорошей точностью, приятным временем сведения, действительно разброс немножко великоват, но в целом играется абсолютно нормально. Время сведения в 3 секунды я считаю, что очень даже классное, с учетом того, что на своем пятом уровне вы накидываете 160 единиц альфы, которая, как правило, применяется в последнее время разработчиками, ну а точнее применялась, пока они не похоронили батл пасса и не забрали оттуда коллекционные машины. Так вот, на шестерке коллекционные применялось на средние танки в основном 160 единиц альфы, те же самые показатели у нас и в проходных тачках на шестом уровне. Поэтому на пятом уровне, играя, иметь 160 единиц урона, это, по-моему, очень даже неплохо. Пробитие 110, 155 и 20, соответственно, на осколочно-фугасных. Кстати, на осколочно-фугасных, хоть и редко кого-то пробиваешь, но если пробиваешь, то накидываешь порядка 200 какому-нибудь легкому танку в корму, это действительно очень приятно. Хотя встречается крайне-крайне редко в реальных боях. Угол склонения орудия вниз просто чумовой, минус 14, и играть на данной машине с таким углом склонения, это действительно очень приятно. Время перезарядки 6,5 секунд, играется просто комфортно. Не идеально, не умопомрачительно, а достаточно для того, чтобы можно было приятно отыгрывать в катках. Ну что, давайте возьмем Матильду 4, заедем в первый попавшийся бой, а там дальше будем ее обсуждать. Ну что, поехали. И давайте вернемся к теме того, о чем я говорил. Почему я не считаю данную машину полноценным СТ? Ну просто потому, что полноценный СТ, он не ездит с такой скоростью. Матильда очень хорошо забронирована, это факт. И, соответственно, за свой уровень бронированности вы платите своей скудной подвижностью. Реально, едете как на, ну, чуть-чуть более бодром, чем обычный тяжелый танк. Я бы сказал, что я еду сейчас на какой-нибудь машине, типа ИСа, допустим. Но реально очень-очень тяжело тянется. И пока ты доедешь куда-то, там уже веселуха закончится. Причем она закончится либо тем, что разберут твоего союзника, либо тем, что разберут твоего соперника. Что касается точности по орудию. Орудие очень точное, очень классное. На дальних расстояниях отыгрывается очень легко и очень комфортно. Что касается возможности выстоять в бою. Да нефиг делать. Дело в том, что здесь такой уровень бронированности, особенно с учетом приведенной брони. Что, по большому счету, разбирать вас будут долго и нудно. Сейчас не знаю, почему ему так фартит. Два выстрела от меня он выдерживает с легкостью, при этом продолжает меня пробивать. Скорее всего, пользуясь голдовыми снарядами. Но, будучи парнем настойчивым, я в жизни не сдамся, не отступлю назад. Да и тем более, что со мной есть М6. Сейчас заберем его. Я больше чем уверен. Ну и дальше поедем заценивать машину. В размен машиной идти очень легко. Потому что запаса прочности практически 800 единиц. Более чем достаточно для того, чтобы, в принципе, размениваться. И у вас есть чем размениваться. Что касается комфорта игры. Я бы не сказал, что если вы ищете себе средний танк, то на Матильде вам будет комфортно. Потому что, как я уже сказал, от среднего танка здесь только название. А вот если вы ищете себе подвижный тяжелый танк на пятом левеле, на котором легко и просто можно отыгрывать. Тогда да, тогда данная машина однозначно вам подойдет. Не смотрите на значки машин, смотрите на то, как они играются. Очень часто бывает такое, что на каком-то танке вам придется играть не так, как он играться должен. Исходя из названия, которое ему придумали и назвали его, допустим, тяжелым танком. А по факту это полностью картонная стеха. Как то, будь, допустим, пиранья на 10 уровне. Короче говоря, ребят, машина своеобразная, машина интересная. Почему я считаю набор годным, я уже сказал. Ну, просто исходя из того, что в нем действительно положили все необходимое для того, чтобы получить максимум от этих 2000 голды. Что касается того, насколько меня бодро пробивали, я больше чем уверен, что делали это голдой. И базовым снарядом с вами такое делать никто не будет. Что касается нашего вклада. Мы сдержали направление. Мы смогли вынести одного из соперников. Мы стояли до последнего в размен и дождались М6. И нам хватило на это сил и духу. И в целом я не могу сказать, что машина плохая. Она, безусловно, не супер классная. Это, безусловно, не имба. Имба это, допустим, Матильда на 4 уровне проходная. Вот это имба. А это просто обычная стеха, которая за 670 нанесенного урона получает абсолютно спокойно знак классности третьей степени. Потому что планка на ней абсолютно не задрана. Что касается результативности нашей в отношении фарма, то обратите внимание. С учетом прем-аккаунта 51 тысяча. Но это с учетом према. Что касается результативности без прем-аккаунта, то существенно, безусловно, будет меньше. Но все равно 50... А, ребят, без прем-аккаунта. Но это тогда меня совсем удивляет. Потому что я больше чем уверен был, что 51 тысяча это с учетом прем-аккаунта. На этом акке у меня према нет. И здесь получается 51 тысяча без према. Ну, тогда это, ребят, еще и неплохой фармер. Потому что за 600 с копейками единиц нанесенного урона все это дело собрать. Единственное, что меня интересует, бустеры, сколько у меня затянули. Скорее всего, у меня бустеры где-то включены были. Бустеры боевого опыта, бустеры свободного. Бустеры кредитов 27 тысяч. Ну да, все-таки, как я и говорил, это не фармер. Только с бустерами такой результат получается. Без бустеров, соответственно, отнимите на калькуляторе, будет существенно меньше. А вот как раз с премом, ну вот теперь у меня наконец-то выровнялось все в мозгу. Потому что сейчас реально у меня был какой-то перекос. Я-то знаю, что машина, ну не прям крутой фармер. Хотя фармить можно. Что касается результативности по команде, то вот таким вот среднячком. Очень часто машина отыгрывается и получше. Я думаю, что мы можем взять Матильду еще раз с собой в бой. И посмотреть, что она сможет сделать во второй катке. И насколько от боя к бою данная машина играется одинаково. Отключил все бустеры. Для того, чтобы мы посмотрели с вами на абсолютно честный, чистый результат. Потому что в прошлом бою, ну действительно, ребят, заворот мозга произошел. Когда увидел 50 с чем-то тысяч, был полной уверенности того, что это с учетом прем-аккаунта. Когда увидел, что это без прем-аккаунта, ну у меня челюсть еще ниже повисла. Потому что я был очень сильно удивлен. Я не помню, чтобы когда-либо Матильда 4 столько собирала без према. Ну разве что вы там нанесете тысяч пять урона. Получиваете огромное количество всяких медалек и так далее. Ну и потом, когда увидел, что все-таки были еще бустеры активированные. Тогда уж совсем для меня все стало ясно и понятно в отношении того, откуда такой результат. Ну а сейчас попытаемся машину заценить без всех этих дополнительных плюшек. Корпус у Матильды взят от Матильды 4. Ну а башня немножечко переделана. Так, поиграем. Почему меня подлагивать начало? Блин. Ну прям совсем, совсем неподходящий момент. Никогда ничего не вырезаю из своих видео. И в этом случае тоже вырезать не буду. Потому что мы зацениваем машины в реальных игровых событиях. Вот все как идет, так оно и идет. И если начало подлагивать, то не факт, что у вас не начнет лагать в соответствующий неподходящий момент. Просто жестяк. Просто жестяк. Давно я так не играл. Ребят, у меня какая-то пошаговая стратегия получается, а не танковая баталия. Едем дальше. Не сдамся. Ни в коем случае не сдамся. Штук. Штук, скажу тебе по секрету. У тебя огромные преимущества сейчас передо мной есть. Потому что мне тебя выцелить очень сложно. У меня все дергается. И. Просто душа рвется от того, что происходит. Ай, в угол дома попал. Очень обидно. Так, время перезарядки в целом, ребят, комфортное и удобное. И я могу сказать от себя, что перезаряжаешься ты гораздо, гораздо лучше, чем мог бы перезаряжаться с учетом подвижности данной машины. Потому что когда заходишь ты в бой, то ощущение такое, что сейчас еще и километровая перезарядка будет. Но нет, ребят, в целом играется очень удобно. И мне лично Матильда этим очень сильно нравится. Что касается точности на дальних расстояниях. Ну, вот если сейчас чину опустится ниже, то попробуем заценить. Но, спускайся. Точность, ребят, на дальних расстояниях сейчас не получилось показать. Но от себя скажу. Точность есть. Единственное, что скорость полета снаряда подкачивает. И необходимо давать упреждение. Чину с горки скатился гораздо бодрее, чем я ожидал. И это был мой косяк. По большому счету, если бы я дал нормальное упреждение, или если бы он просто стоял на месте, то точно прилетело туда, куда нужно. А вот по движущимся объектам действительно играть порой сложновато. Ну, по крайней мере, по очень быстрым машинам. Либо по тем танкам, которые, как сейчас было в ситуации с чину, бодро съезжают вниз с горы. Смотрим на результаты. Опять победа. Что мы для победы сделали? Опять-таки, мы выдержали направление. Нас не смогли разобрать двое соперников. Для того же самого Штуга. Мы не то, чтобы стали неприступной стеной, но ему было сложно с нами справиться. А нам с ним, понятное дело, сложности не составляет. Потому что это был танк, как ни крути, пятого уровня, а не какого-нибудь выше. Что касается того, что мы получаем. Мы получаем по настрелу 630 единиц. Можно сказать, что это, в принципе, тот же самый показатель, что и в предыдущем бою. Обратите внимание, нам сейчас знак классности не дали. То есть мы там не дотянули совсем големы какой-то, как я понимаю. Или просто никого не уничтожили. Из-за этого знак классности мы не получаем. Что касается наших честных теперь уже результатов по фарму. То, как видите, от боя к бою фармят абсолютно одинаково. Там получалось у нас 51 тысяча, минус 20 с чем-то. 27, по-моему. Ну и в итоге, чисто ганом должно было выходить в районе 23, если я правильно умею считать. Здесь у нас получается 22 с половиной. В принципе, ребят, вот такой результат по фарму будет у вас постоянно. За абсолютно плевые, пустяковые бои, в которых вы не будете давать каких-то бешеных результатов и занимать свой средничок. Ну а если будете настреливать больше, ну, понятное дело, что и серебра немножко больше вывезете. С другой стороны, хотелось бы отметить, что пятый уровень, все-таки, согласитесь, не тот левел, на котором необходимо фармить. Фармить все же стоит, если вы играете ради того, чтобы зарабатывать серебро. Вам надо играть на восьмом левеле, на каких-то породистых фармящих машинах с повышенным коэффициентом доходности. Ну а Матильда, это больше машина в коллекцию и больше приобретения ради самой сути набора, а не ради самой машины. Ну это мое скромное, субъективное мнение, а вы свое пишите обязательно в комментариях. Я побежал снимать специально для вас, а вы, друзья мои, если за честность и объективность, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, не теряя ни секунды. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.